Инфантильной и иждивенческой называют власти позицию жителей многоквартирных домов. В Доме национальности прошел круглый стол о способах накопления средств на капремонт. В ходе обсуждения представители муниципалитетов и депутаты облдумы делились своими впечатлениями о работе с населением. С 1 января 2015 года жители будут иметь право выбирать, как будет формироваться фонд их дома на проведение ремонтных работ. Чтобы донести, насколько увеличивается степень ответственности собственников, власти регулярно проводят разъяснительные беседы с ивановцами. Если граждане не будут представлять, каким образом эти деньги используются, то есть в чем состоит правовой механизм использования этих средств, то мы с вами в сентябре 2015 года получим протесты населения. Потому что все будут ждать, что их острая проблема, а для каждого собственника и его проблема самая острая, и крыши, и подъезды, и так далее, все это станет предметом и политических споров. До 30 октября жители должны определиться в выборе системы аккумулирования денег на капремонт, создать индивидуальный счет своего дома или доверить сбережения региональному оператору, который будет решать, нужен дому ремонт или нет. В случае, если собственники не определятся, средства, отдельная графа появится в квитанциях, будут зачисляться на счет регионального оператора. Именно это и стараются донести до населения чиновники. Там, где уже запущены эти программы, в ряде регионов идут неплатежи. И анализируя ситуацию, представители сами говорят, что платежи и неплатежи идут, потому что жители не знают, не понимают ситуацию и не хотят платить туда, чего они не знают. Только 50% муниципалитетов отчитались о том, что жителями многоквартирных домов проведены беседы. Руководители ТОСов делятся опытом. Люди не хотят думать, куда пойдут их деньги и где они будут копиться. Им важно только то, что счета оплачены, а значит проблем быть не может. Только из 50 домов, значит только два дома, которые действительно решили воспользоваться своим правом и открыть этот специальный счет. Все старые представители, они склоняются на сегодняшний день и не хотят вообще не помогать никаких собраний. И они склоняются, конечно, к региональному оператору. Виктор Смирнов призывает жителей региона ответственно подходить к собственному жилью и тщательно следить, сколько денег будет на счету дома, какие ремонтные работы необходимо выполнить в первую очередь и в какую сумму это обойдется. Теперь пенять будет не на кого. В запущенном состоянии дома будут виноваты только собственники. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.